Ну что же, мы начинаем наш сегодняшний семинар, тема которого достаточно, с одной стороны, объемная, с другой стороны, достаточно и небольшая, поэтому как раз мы успеем ее разобрать и обсудить. Касается она продолжения тех вопросов, которые были уже озвучены на прошлом семинаре, кратко расскажу о том, о чем хотел, какие-то основные моменты, то, что, в общем, не было сказано в прошлый раз, то, что касается в том числе литературы и, прежде всего, конечно, изучения технологий. То есть, если в прошлый раз мы говорили в основном о языках программирования, о том, что такое изучение Java после языка C или после языка C++, что лучше, с чего начинать, нужен ли C++ специалисту по Java, то вот сегодня мы поговорим, прежде всего, о каких-то уже вещах около Java, не только с точки зрения того, что нужно для того, чтобы к этому языку в принципе перейти, но и что нужно знать для того, чтобы уже непосредственно спокойно заниматься разработкой. И первое, о чем хотелось бы сегодня сказать пару слов, это, конечно, литература. Дело в том, что многие считают, и я об этом говорил и говорю на своих курсах, неоднократно подчеркивал, что изучение любого языка программирования не может заключаться только в общении с преподавателем, в изучении каких-то тем, курсов и так далее. Это еще и обязательно ставить на работу. Изучить программирование без каждодневной практики невозможно, и в прошлый раз мы об этом говорили. Эксперты считают, что в день нужно тратить где-то час-полтора ежедневно на программирование для того, чтобы действительно качественно научиться программировать. Здесь имеется в виду не, естественно, сидение за компьютером, а имеется в виду вообще комплекс фактов. Это и изучение программирования в теории, то есть чтение литературы, это и решение задач, для чего зачастую компьютер не нужен, потому что если задача логическая или алгоритмическая, она решается прежде всего на бумаге. Ну и потом в конечном итоге, конечно, программировать. И вот для того, чтобы качественно научиться программировать на Java и стать в конечном итоге именно специалистом по разработке на Java, а не просто бездумно нажимать на кнопки, то есть быть просто кодером, в обязательном порядке, это просто необходимо, нужно изучать книгу, автора зовут ее Брюс Эккель. Книга очень известная, и если человек, приходящий на Java, никогда про эту книгу не слышал, ну, значит, он либо до этого Java совсем не интересовался, либо вот, то есть, что называется, как чистый лист приходит, либо почему-то вот по какой-то причине эту книгу пропустил, то есть ему о ней рассказывали, но он про нее забыл, потому что невозможно изучать Java, не зная о книге Брюса Эккеля под названием «Философия Java». Эта книга считается очень сложной, и это действительно так, если почитать ее отзывы о ней, то у нее отзывы достаточно высокие, но даже в положительных отзывах, там, где пять звезд, четыре звезды ставят на каком-нибудь Амазоне, или по русскоязычной версии, там, на сайте Озона или еще где-то, то все равно люди пишут, что книга хорошая, но слишком сложная для новичка. Это действительно так, вот как раз здесь помогают курсы, потому что они позволяют войти, перейти некий порог, пусть даже не очень высокий, и затем уже спокойно заниматься программированием, получив базовые знания. Вот этих самых базовых знаний, конечно, книга Эккеля не дает, это вопросов нет. Как правило, как показывает практика, книги, которые пишутся авторами языка или авторами технологий, они очень сложные, но учить их необходимо, почему я сейчас скажу. Это же касается, например, книги Кернигана и Ричи по языку СИ. То есть, естественно, да, мы с вами знаем, что создателями языка СИ были два человека, Керниган Ричи, у них есть совместный учебник, который так называется «Язык программирования СИ», и он, конечно, не совсем о языке СИ. Он рассказывает о том, как он устроен, о том, что внутри него есть, какие возможности, но он не обучает именно программированию СИ. Это же касается книги Брюса Эйкина. Английское название у нее куда более точно придет смысл этой книги. Это «Thinking in Java». То есть, эта книга не философия Джавы, а эта книга именно рассказывает о том, как начать, как разработчику думать в стиле языка программирования Джава. То есть, как создавать свой код так, чтобы он был один в один устроен так, как пишут все эксперты, специалисты на Джаве. Как создавать логику библиотек, логику классов и так далее. Поэтому вот эта книга, она является, естественно, обязательной, и она очень толстая, огромная. То, что есть в этой книге выучить, я вообще не знаю, возможно ли именно в процессе какого-то обучения. Это надо именно каждый день целенаправленно сидеть, разбираться самостоятельно. Потому что если это даже учить в режиме какого-то там второго высшего образования еще как-то, то есть там тратя годы на изучение языка, все равно это будет несколько занятий в неделю, и все равно всю книжку до конца пройти не получится. То есть, эта книга, она именно для самостоятельного чтения. Далее идут книги, рассказывающие о технологиях. То есть, понятно, я специально не останавливаюсь там на книгах Шилта, например, Герберта Шилта, рассказывающего о программировании на Сиси, плюс-плюс, Джаве и так далее. Во-первых, я об этих книгах рассказывал в прошлый раз. Во-вторых, эти книги, понятное дело, классика, но они больше рассказывают именно про сам Джава. Мы сейчас говорим о том, какие книги надо читать, чтобы именно разрабатывать на Джава, то есть, чтобы создавать новые программы, решать какие-то новые задачи, писать новый алгоритм. Вторая книга, которую хотелось бы посоветовать, это, естественно, книга издательства Урайли. Вообще, если вы впервые слышите это, название этого издательства, то это неправильно. Опять же, это означает, что либо вы ранее никогда не занимались программированием и вообще не обязательно программированием любой IT-направленной деятельности, либо, опять же, вам про эти книги рассказывали, но вы про них забыли. Издательство Урайли – это очень известное издательство, которое издает огромное количество книг, очень полезных по программированию, и, в частности, у них есть замечательная серия книг под названием Head First. Они есть в переводе на русский язык, естественно, в обязательном порядке. Эти книги рассказывают про то, что такое программирование, ну, фактически в виде комиксов. То есть, серия Head First издательства Урайли – это что-то вроде комиксов про программирование, такие веселые книжки, где рассказывается о том, как устроены языки программирования в картинках. В этой серии есть замечательный учебник «Изучаем Java», который является именно замечательным учебником для вхождения в этот язык. То есть, опять же, если хочется какие-то мелкие базовые вещи подучить, вспомнить, закрепить. Рекомендую этот учебник, учебник совершенно замечательный, прекрасный, великолепный. Но есть в этой серии учебники, написанные не для Java, но имеющие специальные издания именно вот под язык программирования Java, и одна из таких книг – это книга, рассказывающая про паттерны. Паттерны программирования – это неправильный их перевод на русский язык. Иногда можно встретить в вакансиях, пишут «паттерны программирования». Это полная чушь. Речь идет, конечно, не о каких паттернах программирования, речь идет о паттернах проектирования. Паттерны проектирования, дизайн-паттернс – это то, что составляет основу современной разработки приложений на самых разных, в том числе, объектно-ориентированных языках программирования. То есть не обязательно на них, но в том числе и на объектно-ориентированных языках программирования. И, собственно говоря, в этой серии издательство Урайли выходило огромное количество литературы, в том числе и по дизайн-паттернам, важнейшему понятию, которое должен знать каждый программист, занимающийся какой-то классической разработкой, создавая современные библиотеки, современные приложения с современной бизнес-логикой, не пользоваться дизайн-паттернами, а паттернами проектирования нельзя. И вот в издательстве Head First, в издательстве Урайли, в серии Head First, есть замечательная книга, выглядит она вот таким вот образом. Она рассказывает о как раз паттернах проектирования, она есть на русском языке. И здесь есть интересный момент. Здесь вот есть такой красный шильдик, где написано, что вот обновлено там для Java 8. То есть есть книги, напрямую с Java не связанные. Например, те же самые дизайн-паттерны можно использовать и программируя на C-sharp. И появились они впервые и были использованы в C++. И есть замечательная книга Андрея Александреско, рассказывающая о дизайн-паттернах в C++. Сложная, но важная для понимания того, как вся эта кухня изнутри работает. И есть современные книги. Вот, например, замечательный совершенно учебник, который я всем всегда советую, потрясающий. Рассказывающий о дизайн-паттернах в программировании именно на Java. То есть здесь все примеры. То есть понятно, что теория, она всегда и везде общая. Изучение паттернов. Это то же самое, что изучение алгоритмов. Метод пузырька, метод поиска минимума максимума, метод поиска данных при помощи деления отрезка пополам. Он универсален. Все эти методы, они универсальны. И от языка программирования C, Pascal, Java, C Sharp, Python не зависят. Но есть книги, которые именно по Java пишутся, потому что Java – это, если посмотреть всемирную статистику, самый популярный язык программирования в мире. И вот, собственно говоря, в серии Head First существует множество учебников, написанных именно о том, как заниматься разработкой, как строить библиотеки, как создавать классы, откуда они берутся и так далее, привязаны именно к Java. Так что вот эту литературу тоже читать надо, конечно же, в обязательном порядке. Ну и если хочется заниматься именно серьезной разработкой, то в обязательном порядке необходимо изучить основы решения именно алгоритмических задач. Потому что, да, в современной Java, понятное дело, запрограммированы все циклы, все стандартные алгоритмы, все это есть. Но есть задачи более сложные. И если хочется именно, опять же, заниматься разработкой, а не просто бездумно нажимать на клавиши по чужой инструкции, что вот напиши вот это, напиши вот это, а мы потом из этих кусочков соберем. За такую работу, понятное дело, много денег не платят. Если хочется заниматься именно разработкой, придумывать программы, нужно уметь решать такие задачи. И здесь может помочь еще один учебник. Он именно про язык программирования Java. То есть вот очень тяжело найти учебники, рассказывающие о алгоритмах, рассказывающие о алгоритмах именно как о инструменте, рассказывающие о алгоритмах как о каком-то вот просто универсальном, да, о инструменте решения задач, как о неком наборе правил, приемов, того, как писать тот или иной логичный пот. Есть применительно к Java замечательный учебник по алгоритмам. Именно применительно к Java выглядит он вот таким вот образом. То есть я тут показываю сразу русскоязычную обложку. Автора зовут Роберт Седжвик. Ну, вторая фамилия здесь не самая главная. Седжвик основной автор этого учебника. Учебник называется «Алгоритмы на Java». Сейчас, по-моему, уже пятое издание есть. Ну, вот не суть дела. Вот это вот отличный учебник, который я много раз встречал у слушателей. Также такая толстенная книга замечательная. В этом задачнике собраны именно алгоритмы на Java. То есть здесь разбираются алгоритмы как простые, так и сложные, современные задачи. В том числе и о паттернах здесь речь идет, но только на более серьезном уровне. Книжка Head First – это то, с чего надо начать, а вот сюда можно дальше перейти. В этой книге разбираются именно задачи. Задачи практические, задачи в том числе бизнес-логики. То есть если вы хотите на языке программирования Java именно серьезные вещи какие-то писать, то нужно вот это все тоже изучить. Почему вот эта вся литература, она такая обязательная? Вот этот учебник, предыдущий учебник. Современная разработка на любом современном языке, она сильно отличается от того, с чем вы сталкивались ранее или сейчас сталкиваетесь, изучая там C, кто сейчас еще C учит и вот планирует на Java пойти в дальнейшем, или там C++. C++, причем ближе к современной разработке. Современная разработка построена полностью на основе классов. И зачастую правильное решение задачи кроется не в знании синтексиса, не в том, что вы наизусть выучили название там 200 классов из Java и вот ими пользуетесь. Правильное решение задачи следует из правильного понимания решения задачи. Вот я приводил в прошлый раз пример, и пример мне этот очень нравится. Еще раз о нем хотелось бы сказать пару слов. Допустим, мы создаем библиотеку для реализации электронного журнала учебного заведения. То есть наша с вами задача состоит в том, чтобы создать набор классов, взяв которые специалисты уже по всякой графике, по работе с базами данных, создадут красивый оконный интерфейс, создадут электронный журнал, может быть, в онлайне через интернет, может быть, с помощью каких-то приложений. Не знаю, нам это не интересно. Мы создаем платформу. Вот о слове фреймворк я пару слов скажу чуть позже. Ну вот мы с вами создаем фреймворк, платформу, набор классов, набор библиотечных каких-то конструкций, файлов, которыми будут пользоваться программисты, которые придут после нас и будут писать на основе вот готового математического аппарата. Ну, математического в кавычках, имеется в виду на основе той логики, которую описывает электронный журнал. Уже свой код. Базы данных, интерфейсы оконные, все, что нужно. Когда мы с вами создаем класс ученик, очевидно, что у каждого ученика, когда вы будете обрабатывать базу данных, будет удобно, если у каждого ученика внутри будет храниться список его оценок. То есть при выгрузке информации из базы, получая какой-то кортеж с данными, мы с вами не просто выгружаем информацию об ученике, как его зовут, в каком классе он учится и все. Мы выгружаем полностью всю информацию. Делается это для того, чтобы программистам, пришедшим после нас создавать сам электронный журнал, было легко пользоваться библиотекой. Создавая классы, первое, о чем нужно помнить, это о принципе KISS. Это не то, о чем многие думают, а keep it simple stupid, что в вольном переводе на русский язык означает «пишите проще». Основная идея заключается в том, чтобы классам было максимально удобно пользоваться. И поэтому вся необходимая информация должна быть сосредоточена в самом классе, чтобы человек выгрузил информацию обучающимся из базы и сразу при помощи двух-трех команд вывел его список оценок, нарисовал там график на экране монитора, предложил пользователю распечатать там твердую копию журнала, чтобы, значит, там родителям показать, да. Означает это, что внутри учащегося будет храниться набор оценок. Массив, список, какая-то другая конструкция, мы этого не знаем, это не важно. Потому что вопрос здесь в другом. Этот самый набор оценок будет храниться как набор целых чисел, или как набор оценок. То есть помимо конструкции под названием учащийся, в нашем решении будет конструкция под названием оценка. И учащийся будет содержать оценки или целые числа. Правильный ответ – оценки. Потому что оценки бывают разные. Есть школы, где ставят десятибальные оценки, есть школы, где ставят оценки в виде букв. Ну, если школа какая-то совместная с зарубежным обучением, у них там странная какая-то схема ABC, там, а не 54321. И таким образом это означает, что когда вы создаете электронный журнал, вы его создаете с разных позиций. Когда вы программируете оконный интерфейс, когда вы создаете сам электронный журнал, работающий там через интернет или еще что-то, вы пользуетесь готовой математической моделью, и вам наплевать, как там что написано. Главное, чтобы в рамках вашей школы, вашего вуза, вашего университета работала эта система оценок, корректно рассчитывалась там статистика, средний балл по классу, выставление автоматическое там средних четвертных, годовых, семестровых оценок. Ваша задача – просто красиво все это оформить. А вот человек, который пишет математику, он должен заранее предусмотреть, что да, возможно, в школе, где будут пользоваться для создания электронного журнала его библиотекой, оценки будут стандартные 5, 4, 3, 2, 1. В каких-то школах до сих пор в журналы заносят оценки с плюсом, с минусом, то есть там 4 с минусом, прям журнал так и ставят там. Есть школы, где ставят 4,5, например, я видел такие оценки, и вы, создавая библиотеку, должны все это предусмотреть. Поэтому мы и говорим, когда мы говорим о изучении современного языка, сейчас неважно, Java, C-Sharp, Python, какая разница. Ну, прежде всего, Java и C-Sharp как наиболее серьезных, фундаментальных современных языков. Речь идет не только об изучении синтаксиса, но и, конечно же, о том, чтобы научиться решать задачи. Поэтому, когда вы изучаете современные языки программирования, вы твердо, четко должны понимать, что базовые знания, которые вам даются, они базовые, их недостаточно для того, чтобы сесть и начать сразу программировать. То есть вы должны самостоятельно, дополнительно учиться. Читать литературу, разбирать ее, разбирать примеры. Это тоже обязательно в любой книжке из тех, что я посоветовал. Очень много примеров, их надо не читать, там на ночь как детектив, а сидеть за компьютером и разбирать задачи, смотреть, работают ли они у вас так же, как предлагают авторы. Например, в некоторых книгах, ну, не в тех, что я посоветовал, но мне такие встречались. Намеренно делать ошибки. То есть там есть учебник, где в конце там есть глава, там типа специальные, значит, выделенные ошибки. Ну что, если вы сами не найдете, они вот там были. Это очень, кстати, хорошие учебники, потому что многие, кто занимается, изучает программирование, считают, что научиться программированию можно с помощью копипаста. То есть сидим, копируем чужой код, и вот мы стали программистами. Так не работает. Научиться программированию можно только, если вы код пишете самостоятельно. Поэтому вот есть такое правило, да, если хотите, еще одно, да, еще одно требование, как стать разработчиком, опять же, на любом языке. Это весь код писать самостоятельно. То есть абсолютно весь. Особенно пока вы учитесь. Понятно, что на Java есть автоподстановка, и надо и уметь, и применять ее, и ей надо пользоваться, потому что иначе вы код будете писать медленно. Но все остальное пишется только вручную. Никогда никакого копипаста в программировании быть не должно. Ну, и если говорить об изучении самого языка программирования, то, с моей точки зрения, пожалуй, самым важным в изучении, особенно самостоятельным по учебникам, если вы что-то дополнительно учите к тем знаниям, которые вам дают на курсах, требованием является то, что вы должны задавать на тему каждого слова, которое вы видите, пока вы набираете код. Именно поэтому важно не пользоваться копипастом, потому что пока вы программу вручную набираете, вы видите, что откуда идет. Даже пользуясь автоподстановкой, даже пользуясь автогенерацией, вы все равно же видите, на что нажимаете. Вы же не бездумно мышкой кликаете. Вы должны задавать себе вопрос про каждую строчку, про каждую буквально команду, а что она здесь делает. Вот самый известный пример, самого моего любимого вопроса, который в любом языке программирования сиподобном отлично работает, это вопрос такой. Вот вы написали код, открыли составной оператор, внутри составного оператора написали код, допустим, сразу закрыли составной оператор и так далее. Замечательно, прекрасно. В базовой теории нам говорят что? Что составной оператор точкой с запятой не оканчивается. Замечательно. Вопрос, что будет, если ее здесь все-таки поставить? Вот пока вы на этот вопрос себе не ответите сами, с помощью литературы или с помощью эксперимента, эксперимента, это не имеет значения. Вы не можете дальше идти программировать, потому что вот у вас появился вопрос, вы должны на него ответить. А вопрос очень важный, потому что если не знать, что будет, когда вы эту точку с запятой поставите, а программа от этого не сломается, скажу по секрету, она может сломаться в некоторых ситуациях, когда эта точка с запятой является чем-то лишним для вашего синтексиса. То есть в большинстве ситуаций эта точка с запятой не повлияет вообще ни на что. Но есть моменты, когда у вас программа ребенка перестанет компилироваться после добавления такой точки с запятой, либо ее логика полностью развалится. Ну, тут, правда, с Java посложнее, в кавычках, потому что Java контролирует процесс написания кода даже в процессе написания кода. В Java не нужно компилировать получившуюся программу. В Java то, что вы создаете, можно проверять сразу в процессе написания. Таким образом, когда мы говорим об изучении языка программирования Java, именно с целью стать разработчиком, да, то есть аналитиком, как угодно это называйте, человеком, который на Java может самостоятельно решать задачи. Не работает вместе с кем-то, не работает по готовой инструкции, а решает задачи сам. Нужно прежде всего научиться эти задачи решать. Здесь отлично помогут знания в области языка C, C++, любого другого языка программирования и задач, которые вы на этом языке решали. Да, в Java встроены все современные классические алгоритмы. Там есть и сортировки, и выборки данных, и все что угодно. Но, например, в Java есть готовые элементы управления, позволяющие рисовать на экране программы свечки. Ну, такие прямоугольники, закрашенные, со штришками, которые используются в банковской финансовой системе для визуализации всяких там биржевых разных данных. Так вот, эта система, она умеет автоматически только эти прямоугольники рисовать. Какой они должны быть длины, какого они должны быть размера, как их масштабировать, как их строить, что на их основе прогнозировать, это пишет программист. Это и есть бизнес-логика. Научиться создавать самому такую бизнес-логику можно только, оперируя литературой, примерами серьезных задач. Просто сесть и выучить там язык программирования, это вряд ли получится в результате стать именно разработчиком. Многие спрашивают, можно ли, подводя итоги перед вашими вопросами, многие спрашивают, можно ли выучить программирование при помощи учебников. Можно. Но не все ломоносовы, чтобы по учебникам понять подноготную того, что происходит в языке программирования. И дело не в том, что у кого-то есть какие-то технические знания, кто-то там собирается заниматься программированием, потому что надоело там, я не знаю, сидеть бухгалтером, вот у меня бывают такие люди, приходят там, вот хочу заниматься 1С именно программированием, потому что бухгалтерия уже осочертела. На основах программирования такие люди бывают. Никаких проблем. И дело здесь не в том, что есть, нет знаний, это не имеет значения. По литературе учиться сложно, потому что в литературе многие вещи до конца не объясняются. Ну, вот как пример, который я приводил в прошлый раз, про плюс-плюс слева и плюс-плюс справа. Когда вы читаете учебник, там обязательно будут написаны две вот эти строчки. И сказано, что вот такой плюс-плюс работает всегда самым последним, а вот такой всегда самым первым. Это замечательно, только почему-то никто после этого не может корректно ответить на вопрос, чему будет равно А в этом случае. А ответ однозначный, причем проверять его бессмысленно, современные языки программирования такую запись не поймут, она для них слишком модно кучерявая. А ответ единица. Почему ответ единицы я сейчас рассказывать не буду, чтобы было интереснее потом дальше учиться. Но в литературе, в учебнике никогда не скажут, что значит там самое первое, самое последнее. Относительно абзаца, начала страницы, о чем идет речь. В учебниках многое, к сожалению, пропущено. Даже в эталонных замечательных учебниках у того же Эккеля, ну, у него учебник вообще сложный. Потому что многие авторы считают, подразумевают, что вы все это уже знаете. То есть у вас есть необходимая базовая подготовка, которая научила вас базовой простейшей логики. Ну и дальше на эту базовую простейшую логику можно нанизывать что-то новое. Если посмотреть официальные требования корпорации Oracle к изучению языка Java, то там написано следующее, что чтобы выучить Java, нужно знать язык C и иметь опыт разработки от полугода. Зачем это написано? Речь идет о том, что выучить синтексис Java можно в любой момент. И поэтому, если вы там только что закончили курс C, идти дальше на Java можно никаких вопросов. Ну, правда, там надо учиться серьезно. Курсов там несколько. Одного первого уровня будет недостаточно, чтобы именно погрузиться полностью в этот язык, а потом уже самостоятельно по литературе что-то доучивать. Здесь вопрос заключается в том, что если вы хотите именно создавать свой собственный код в серьезные большие библиотеки, вам нужен опыт работы. Поэтому пишут вот эту фразу про полгода. Ну, чтобы как бы немножко гайки закрутить, чтобы не говорить людям, вот смотрите, как у нас все просто, выучите нам хоть какой-нибудь язык, там C и приходите, вы будете писать на Java. Будете, но только простейший код. Вот такая вот история. То есть основное, что нужно знать, это, конечно, чтение литературы, изучение примеров. Ну, и совсем в заключение, еще раз отмечу сайт JavaRush, который я всегда на всех курсах советую, рекомендую. Многие спрашивают, стоит на него, на нем регистрироваться не стоит. Стоит, но он платный, поэтому надо ждать скидок. У них есть иногда возможность, например, по цене одного месяца оплатить полгода и так далее. Сайт замечательный, много хороших задачек. Аналогов его я не встречал. Литературы, вот кроме той, что я показал, замечательного учебника Седжвика с задачами, замечательных учебников серии Орайли, издательства Орайли, вот я ничего не встречал. То есть, если базовые учебники по логике существуют, по алгоритмам, по базовым каким-то задачкам, то именно по современным языкам этого нет. Поэтому нужно учиться обязательно по литературе, обязательно брать примеры, искать в интернете какие-то материалы и решать как можно больше задач. На курсах, кто будет учиться по Java, это тоже обязательное требование. Вот многие спрашивают, почему там зачет выставляется только по итогам каких-то данных задач. Это нужно не для того, чтобы там кому-то зачет поставить или нет, а для того, чтобы мобилизовать человека, для того, чтобы он решал задачи. Если ваш курс будет идти в интенсивном режиме, каждый день и на решение задачи останется только вечер, надо как-то постараться вот эту неделю полностью освободить и серьезно, плотно поработать. Если у вас курс будет идти, скажем, с перерывами в неделю, есть курсы по Java, которые идут по выходным, это не означает, что домашнее задание надо решать вечером в субботу или с утра перед выходом на занятия. Это значит, что тоже целую неделю нужно работать, решать дополнительные задачи, которые в курсе вдаются обязательно и только так можно научиться писать какие-то серьезные программы. Вот в курсе, который у меня закончился буквально там час назад, один из слушателей за время курса первого по Java написал свой собственный скриптовый язык программирования и создал свою собственную виртуальную машину, являющуюся надстройкой на Java. Курс у нас шел больше месяца по выходным, и он решал не только стандартные задачи, но и писал для себя код. И в результате создал фактически свой собственный язык программирования. Ну, там у него еще не все до конца было сделано, но вот пример того, что можно сделать. А это уже очень серьезный штрих для, что называется, портфолио. Вот такие вещи касаются изучения Java и вопросов того, что нужно знать, чтобы стать Java-разработчиком. Как вот некое дополнение к тому, что я рассказывал в прошлый раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!